Давайте решим показательное уравнение. Перепишем его на чистый лист и начнем преобразовывать. Для начала заметим, что основания степеней разные. Первое основание равно четырем, а второе двум. Посмотрим, нельзя ли записать 4 как степень двойки? Можно. 4 это 2 в квадрате. А 4 в степени х это что? Это 2 в квадрате в степени х. А степень степени это что? Это вот что. Основание остается, а показатели перемножаются. Хорошо, но мне нужно не 2 в степени 2х, а 2 в степени х. Как его выделить? Поменяем местами со множителя в показателя. И представим эту степень как степень степени. Полученное выражение подставим в исходное уравнение вместо 4 в степени х. Уравнение приобрело новый вид. Старый вид больше не нужен и выкладки тоже не нужны. Теперь обратим свой пристальный взгляд на второй член. 2 в степени х плюс 3. Мне он в таком виде не нужен. Мне нужно 2 в степени х. Давайте распишем второй член как произведение степеней. 2 в третьей степени это просто число 8. Подставим его. Поменяем местами. Вспомним, что это 2 в степени х плюс 3. И подставим в основное уравнение. Уравнение еще раз приобрело новый вид. Старый больше не нужен. Сделаем замену переменной. 2 в степени х обозначим буквой т. Тогда 2 в степени х в квадрате будет т квадрат. 8 и 2 в степени х будет 8т. Подставим эти выражения в уравнение. Теперь хорошо видно, что это обычное квадратное уравнение. Перепишем его. Любым способом найдем корни. С помощью дискриминанта, или по теореме Виета, или выделением полного квадрата, или подбором, или сразу угадаем с помощью чудовищной интуиции. Кому как больше нравится. Получилось 2 корня. 3 и 5. Теперь вспомним, что такое Т. Сделаем обратную замену. Мы получили два простейших показательных уравнения. Логарифмируем левую и правую часть. И записываем ответ. Задача решена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...